Биометрический момент. Компания Ростелеком приглашает вас на демонстрацию процесса удаленной биометрической идентификации через интернет-банк, почта банка. И для открытия нашей церемонии я прошу несколько слов о проекте сказать директора Департамента финансовых технологий Банка России Алису Мельникову. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, спасибо, что пришли на эту демонстрацию. Мне кажется, это не просто демонстрация, я бы это событие вообще назвала праздником. Потому что этот проект делался участниками в течение нескольких лет. И является очень важным, в том числе и для Банка России. Важным для нас потому, что у нас в области находится развитие финансового рынка, развитие качества, доступности уступа для конечного потребителя. Это зависит от основных направлениях развития финансового рынка Банка России, и основных направлениях развития финансовых технологий. И это один из тех проектов, который создаст довольно большой слой инфраструктуры для участников рынка, которая как раз и будет способствовать повышению качества доступности финансовых услуг до конечного потребителя. И главным образом принесет возможность удаленно вознаграждать услуги. И это важно для маломобильного населения, для населения в труднодоступных регионах. То есть мне кажется, что это для страны очень хорошее, полезное в целом дело. А праздник в том, что это первая живая демонстрация на живой системе, которая заработает в промышленном режиме для всех, уже начиная с 1 июля. Ну а подробнее, наверное, коллеги расскажут о том, что и как они сделали. Спасибо большое. Я прошу директора по цифровой идентичности компании Ростелеком Ивана Первого рассказать, что же здесь произойдет сейчас. Спасибо. Друзья, всем добрый день. Сегодня у нас уникальное событие. Сегодня, за месяц до старта, мы покажем в бою, как будет работать система. Причем покажем ее с почтобанком. Это первый банк, который подключился у нас в системе. Сегодня он продемонстрирует полный процесс. И мы с вами увидим, как будет выглядеть клиентский путь после 1 июля. Он действительно будет выглядеть. Сегодня у нас в работе по подключению к системе находится свыше 20 российских банков. И с 1 июля в свыше чем 500 офисов в России вы сможете регистрироваться и в дальнейшем удаленно открывать счета, независимо от того, где вы будете находиться. И это действительно уникально. Сейчас я расскажу вам о том, как это будет выглядеть. У нас будет живая демонстрация. Передам слово Анастасии. Анастасия расскажет, какие шаги пришлось пройти почтобанку, чтобы подключиться к системе Анастасии. Я вам представлю член управления, директора по развитию электронного бизнеса почтобанка Анастасия Масленникова. Спасибо большое. Может быть у нас есть желающие из зала, кто готов был прямо сейчас открыть счет дистанционно. Я думаю, что у нас есть желающие. Здравствуйте. Пожалуйста, представьтесь. Анастасия Минерамина газета «Рядомость». У нас журналисты. Это прекрасно и очень, очень ответственно. Сейчас мы проверим учетную запись Анастасии на портале государственных услуг. Для этого мы воспользуемся номером USINTS и логином, паролем оператора, для того, чтобы ее подтвердить. Отлично. Учетная запись существует. Сейчас очень важный элемент – это подтверждение полномочий оператора, который будет в дальнейшем регистрировать геометрические данные. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем, в случае возникновения каких-то флотовых операций, мы точно могли определить, кто и в какой момент в каком банке регистрировал человека. Прекрасно. Собственно, вот мы и подошли к самому интересному. Анна, вам сейчас необходимо будет посмотреть в камеру. Я вас попрошу... Извините, пожалуйста, можно вас попросить выйти из кадра, чтобы мы Анну засняли, а не вас? Так. Анна, вы спокойно смотрите в камеру. Изображение лица достаточно. Сейчас мы произведем съемку. Вы готовы? Отлично. Мы сделали запись... Собственно... Мы сделали запись видеоизображения. Сейчас мы проведем запись голоса. Вам необходимо будет произнести достаточно простую числовую последовательность с спокойным, размеренным голосом. Вы готовы? Которое написано на экране, да? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. Запись в полотно заведена. Сейчас оператор подпишет передаваемые данные своей электронной подписью и поступит в систему. Наталья, пожалуйста. Прекрасно. Ваша учетная запись создана. Теперь вы можете пользоваться удаленной идентификацией в любом банке, в любом месте, где бы вы ни находились. Давайте поаплодировать. Я думаю, было совсем несложно. Анна, давайте представим... И не страшно. Давайте представим, что мы переместились из отделения этого замечательного банка куда-нибудь в другой центр. Любите шопинг? Да. Я тоже очень люблю. Мы с вами после долгого шопинга решили выпить кофе. Пришли в эту замечательную кофейню. Давайте представим, что это кофейня. Вам принесли кофе. И пришла вам в голову совершенно замечательная мысль открыть счет в почтобанке. Хорошая мысль, да? Ну, если на вставку не предложите, хорошо. Вы будете прекрасно просто удивлены, я бы сказала. Зарегистрировали. Ой, я очень рада. Зарегистрироваться в почтобанке по угланию очень просто. У нас идет трансляция на экран, это прекрасно. Для этого потребуется ввести номер вашего мобильного телефона. Здорово. Здорово. Ну, кто далее? Снимем? Нет, не обязательно. Сейчас вам должен прийти пароль на ваш номер телефона. Все записали целиком. Ну, 47, 98, 06. 47, 98, 06. Далее. Сейчас мы будем придумывать пароль. Пароль должен быть сложным, потому что это все-таки доступ к вашим другам. С хорошей ставкой, как вы видите, да? Это 7 и более символов, большие и маленькие буквы, цифры. Очень хорошо. И повторите. Далее. Мы регистрируемся с вами в почтобанке онлайн. Прямо сейчас. Вы уже создали себе пароль. И сейчас входите на главную страничку. Вам уже открылась ваша первая карточка. Она виртуальная. Называется онлайн-карта. В принципе, можно прямо сейчас продолжать покупки. Карточку можно привезти, например, к бэю. Но мы с вами хотим открыть счет. Для того, чтобы открыть счет, нам нужно познакомиться. Давайте «знакомиться» нажмем на кнопку. Для того, чтобы познакомиться, у нас есть несколько возможностей. Возможности, которые мы сегодня будем с вами смотреть. Это открытие счета при помощи проверки данных через единую геометрическую систему. У клиентов, у которых пока нет такой возможности, есть возможность прийти в упрощенную идентикацию через СНИЛС. Но мы с вами будем открывать счет. Давайте. Точно. Это короткая инструкция, что будет происходить прямо сейчас. Я вам кратенько расскажу. После того, как мы нажмем на кнопку «Открыть счет онлайн», мы с вами перейдем на страничку ввода данных СНИЛС и пароль от учетной записи ИСИА. У вас СНИЛС по-другой? Соночки. Соночки. Давайте его доставим. Отлично. Нажимаем «Открыть счет онлайн». Надо выбрать «Убалочку», «Открыть счет онлайн». Отлично. Да. Я ввожу. Да. И пароль от вашего. На госуслугу. Да, на госуслугу. У вас спрашивают разрешение на обработку персональных данных. Я думаю, вы разрешите. Давайте. Сейчас у вас спрашивают, готовы ли вы и согласны ли вы пройти проверку ваших биометрических данных для того, чтобы открыть счет. Согласна. Сейчас не нажимайте пока ни на кнопочку. Я просто попрошу на всякий случай коллег не разговаривать. Сейчас у нас будет происходить проверка изображений Анны и голоса. У нас нет никого в кадре. Давайте все выйдем из кадра. Я тоже выйду из кадра. Анна, когда вы нажмете на кнопочку внизу «Начать запись видео», сразу начнется запись звука. Вам можно будет прочитать цифровую последовательность, которую вы видите на экране. Так? После этого нажмете «Замерчить запись» и нажмете на кнопку «Продолжить» для передачи данных на проверку в единобиометрическую систему. Я отхожу из кадра. Все, хорошо. Четыре, восемь, 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 семь, один, пятьдесят, шестьдесят девять. Кнопочка «Продолжить». Отлично. В настоящий момент те данные, которые мы с вами сейчас записали, данные о вашем изображении и о вашем голосе, передаются в единобиометрическую систему для проверки. Совсем скоро мы узнаем, что сказала единобиометрическая система. К сожалению, она ответила отказом. Вы знаете, такое бывает, да, если высказывать, что она была в кадре. Да ну что, это как бы даже не обсуждать. Я думаю, ну, поскольку мы сейчас с вами работаем на тестовом контуре, такие ситуации случаются, к тому же, может быть, мы действительно не успели убежать из кадра. Попробуем снова. Отлично, попробуем снова. Пока не получится. Давайте я вам подскажу, как это сделать. Можно, наверное, как-то сесть. Ну и сейчас попробуем. Да, там, там. Там как зеркало случается. Да, скорее всего, да. Я думаю, что ситуация в том, что сзади у нас с вами экран. Давайте попробуем его чуть-чуть повернуть. Давайте, перечет. Да. Может быть, развернуть план. Согласен. Начать запись. Один, три, шесть, пять, пять, восемь, шесть, шесть, один. Продолжить. Ну, посмотрите. Ура! Все случилось. Давайте поаплодируем. Я думаю, действительно, проблема в том, что мы не упущили, что сзади будет экран. Что сейчас произошло? В настоящий момент у вас запрашиваются данные на передачу ваших персональных данных в почту БАК для открытия счета. Давайте согласимся. Идентификация пройдена. Для того, чтобы открыть счет, нам нужно, чтобы вы указали несколько недостающих данных, которых не было в вашей учетной записи. Это информация о вашем имейле. Продолжение следует. Очень хорошо. И нам нужна информация о дате вашей регистрации по адресу регистрации. Если не помните, это 12 декабря 2020 года. Открыть счет. Код из смс. Подтвердить. Волнительно. Я думаю, что сейчас и каждый день мы открываем первые счета весна 40. Тут я с вами полностью согласна. У тебя сейчас в космос запустили практически. Отлично. Заявка на открытие счета мы приняли. В течение пяти минут счет будет открыт. Но поскольку вы, наверное, захотите себе сразу в счету заказать пластиковую карточку, я предлагаю это сделать. Пластиковая карточка у нас выпускается в разных дизайнах. Вы можете выбрать, что вам больше нравится. Здесь можно выбрать какие-нибудь другие картины. Что выберем? Космос. Собой. Космос. Космос. Тема космоса сегодня. Я не знаю, давайте. Тебя же спустили в космос, вот и выбери эту карточку. Отлично. Значит, отпускаемся ниже. Нужно будет указать то, как вы хотите, чтобы было написано ваше имя. Проверьте, пожалуйста, фамилию. Нормально, да? Отлично. Отпускаемся ниже. Теперь нам нужно выбрать адрес, куда придет ваша карточка. Но, что все по-честному, все открыли дистанционно, дальше просто адрес, куда придет карта. Это может быть адрес регистрации, адрес проживания, либо вы можете ввести адрес. Проверьте, что вы можете ввести адрес. Да, давайте по адресу регистрации. Проверьте, что вы можете ввести адрес. Да. Мы согласны. Совершенно точно. Прекрасно. Заявка на выпуск карточки оформлена. Скажите, пожалуйста, ну, как это было? Ну, это было очень много, и... Я не была готова к этому вопросу. Ну, на самом деле, это произошло, значит, на самом деле, у меня было очень много предубеждений по поводу этой ветра, и мы, наверное, скоро останемся, потому что все равно окажется, что, когда мы отдаем свои юридические данные, это мы отдаем как-то через себя. Я, конечно, сейчас этого не ощутила, когда попросила регистрацию, но, ну, все, что такое, но, в принципе, больно то, что тут система меня устала. Действительно, система не узнала с первого раза, но узнала со второго, и это уже приятно, правда? Соответственно, и ваше изображение, и ваш голос совпали, именно поэтому удалось открыть счет дистанционный. Плюс мы заказали с вами карточку, которая придет к вам прямо по адресу регистрации, но, в общем, в целом, мы готовы, чтобы стали клиентом Почта Банка, чему я, на самом деле, очень рада. Я хочу сказать, что 1 июля все вы, все, кто здесь сейчас присутствует, тоже смогут это сделать, и мы будем очень рады новым клиентам. У вас я хотела бы поблагодарить за то, что вы согласились на живую демонстрацию, и мне это было так желательно, как и для вас. Я уверена, как и всем остальным. Спасибо вам большое. Спасибо. Давайте так, пожалуйста.